Еженедельное оперативное совещание прошло в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за минувшие 7 дней, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За минувшую неделю в Люберецкую полицию поступило 2100 обращений граждан. Возбуждено 27 уголовных дел, 24 из них раскрыты по горячим следам. Совершено 290 ДТП, трое пострадавших. Также начальник полиции предостерегает граждан от действия мошенников. Наши граждане продолжают брать кредиты, отправлять мошенникам деньги, которые взяли, или из дома, или из банков. Лучше лишний раз позвоните в службу 112. В единую диспетчерскую службу ЖКХ поступило почти 6300 обращений. Ни одно из них не осталось без ответа. На сегодняшний день общий процент сбора за жилищно-коммунальные услуги составил 70%. Чтобы жители смогли оплатить коммунальные услуги до наступления новогодних каникул, доставка единого платежного документа произведена до 21 декабря. Оплатить их рекомендуем до 28 декабря. Счета можно оплатить без комиссии в личном кабинете МОСОБЛ ЕРЦ. На минувшей неделе подведены итоги деятельности ЕДДС муниципальных образований Московской области за 2021 год. Единая дежурная диспетчерская служба городского округа Люберцы заняла первое место. Надо дать должное. Вы работаете. Работа организована на хорошем и оцениваемом уровне. Участники совещания ознакомились с обращениями граждан, обсудили работу коммунальных служб, а также узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.